Добрый день, дамы и господа. Я очень рада приветствовать слушателей в России. Вы знаете, я очень давно не выступала публично на русском языке, поэтому прошу понимания, если иногда, может быть, какие-то английские слова войдут или польские слова, но я буду стараться контролировать свою речь. Хотя, конечно, русский язык мой родной, но вы знаете, когда много лет живешь и работаешь за границей в Европе, то, конечно, начинаешь и жить, и думать, и даже сны видеть на других языках. Я очень рада, что у меня сегодня есть 1 час 60 минут, чтобы поделиться с вами своим опытом и определённым видением, каким образом можно восстанавливать здоровье и конкретно психическое здоровье. Вы знаете, когда мы разговаривали с департаментом, какую бы тему мы выбрали, и оказалось, что тема, связанная с психопрофилактикой, психическим здоровьем, стрессом, очень редко звучит на наших вебинарах. И это очень важный момент сегодня. Психическое здоровье является важнейшим компонентом здоровья. И в уставе даже Всемирной организации здравоохранения говорится о том, что здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов. И важным элементом здоровья является то, что психическое здоровье мы рассматриваем не только как состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, но это также активное участие в социальной сфере, в обществе. Это умение, возможность противостоять обычным жизненным стрессовым ситуациям и продуктивно работать. В этом смысле, в позитивном смысле, психическое здоровье является основой благополучия человека эффективного функционирования общества. Вы знаете, к сожалению, как в Европе, так и в России, в бывших странах Советского Союза, ни в школах, ни в высших учебных заведениях, ни в специальных программ образовательных для молодёжи, для детей, каким образом уметь контролировать свою психоэмоциональную реакцию, психику. Можно сказать, не существует на сегодняшний день системная программа психологического образования, которая очень нужна. Но я думаю, что сегодня мы о некоторых вещах с вами поговорим, и думаю, что сегодняшний вебинар позволит вам немножко задуматься, что нужно сделать, какие ещё знания нужно приобрести, чтобы чувствовать себя уверенно в этом вопросе. Каждый организм испытывает воздействие со стороны окружающей среды. Это абсолютно нормально, так мы живём. И сила воздействия разных факторов – это стрессогенные факторы, которые создают стрессогенные ситуации. Наш организм, природа наш так создала, что мы обладаем определёнными, совершенно чёткими, можно сказать, математически проверенными в организме, выработанными реакциями на эти воздействия. И научные разработки подтверждают, что организм человека в большинстве своём функционирует как биоробот. И начало изучения этих реакций было положено очень известным исследователем, учёным Гансом Селье. И ещё в 20-х годах он написал о том, что с точки зрения стрессовой реакции не имеет значения, приятная или неприятная ситуация, с которой мы столкнулись, имеет значение лишь интенсивность потребности перестройки или адаптации. То есть таким образом он подтвердил универсальность механизмов реагирования. Что это обозначает? Суть этого процесса адаптации – это механизмы реакции приспособления. И именно эффективность этих реакций, механизмов приспособления в организме, которая складывается, конечно же, из этапов нервной системы и эндокринной системы, точно так же мышечной системы, эти все механизмы между собой связаны. Вот именно это и определяет, будет ли это сильный организм с хорошей устойчивой адаптационной реакцией, или это будет слабый организм. Вы знаете, эти механизмы, они так на самом деле формируются в детстве. И мы очень хорошо знаем, что те люди, которые в детстве занимались спортом, занимались моржеванием, то есть я, например, в морже. И в нашей группе моржей есть даже маленькие дети, которые удивительным образом выдерживают и низкие температуры, и бег в низких температурах, тренировки. Вы знаете, вот из этих детей вырастут очень сильные крепкие организмы, потому что уже в детстве вот эти адаптивные механизмы, механизмы приспособления у них формируются. Но это не значит, что люди, которые жили, как хотели, то есть никогда не занимались никакими-то оздоровительными мероприятиями, может быть, сегодня первый раз на нашей встрече, что у них нет никаких шансов. Конечно же, есть, потому что 80% механизмов, они заложены генетически, и они у всех, у каждого есть. И это только вопрос. Используем мы эти механизмы, тренируем мы эти механизмы, или эти механизмы не используются. Ну, это точно так же, как с мышлением, с умственной активностью. Вы знаете, может быть, вы помните слова Джорда Бернаджо Шоу, 2% людей действительно думают, 3% людей думают, что они думают, а 95% людей скорее умрут, чем будут думать. То есть если мы не используем мыслительную активность, если мы не используем процессы анализа, мышления, то, вы знаете, то, что не тренируется, оно просто исчезает, как бы природа не поддерживает эти механизмы. Поэтому точно так же, как мы, если мы хотим учиться, мы хотим иметь хорошую память, нужно ее тренировать, точно так же подтвердила это и Ганселье, и следующие известные ученые, что эти механизмы вырабатываются. Это очень хорошая новость, дамы и господа, для вас. Это обозначает, что даже если есть в нашей аудитории более 300 человек, даже если есть люди с серьезными заболеваниями, у каждых из вас, благодаря стрессу, благодаря адаптивным механизмам, существует возможность быть здоровым. Именно поэтому в моем центре, точно так же, как и в других терапевтических клиниках, мы добиваемся восстановительными способами хороших, очень хороших, просто замечательных результатов. И сейчас мы с вами поговорим о таких достаточно важных вещах, как симптоматика, симптоматика дистресса. То есть дистресс — это такое состояние стрессовое, когда организм выведен из равновесия этим стрессогенным фактором и чувствует себя хуже, то есть не справляется. Вы знаете, существует три стадии общего адаптационного процесса. Это, во-первых, стадия тревоги, то есть тогда, когда мы получили какой-то сигнал. Ну, например, даже очень простая ситуация, большинство из вас где-то работают, и бывает так, что начальник, шеф приходит на работу в плохом настроении и срывает эмоции на подчинённых. Ну что ж, эта ситуация очень часто встречающаяся. Она может длиться долго, может быть короткой, но тем не менее, в первой ситуации первая реакция — это реакция тревоги. В этот момент мобилизируются адаптационные возможности, и если эта ситуация короткая, человек в быстром времени, достаточно быстро, в течение 20-30 минут переходит во вторую фазу сопротивляемости. Вырабатывается механизм дистанцирования, восстанавливается дыхание, успокаивается сердцебиение, и мы больше не нервничаем. Мы знаем, что наш начальник в плохом настроении. Но вы знаете, существуют ситуации, которые длятся дольше. Разные здесь тросогенные факторы. Мы это видим, например, часто у военных, которые работают в тяжелых условиях, в военной обстановке. Мы это часто видим в ситуациях, где что-то не в порядке в семье. Проблемы со здоровьем у детей, у родителей, ситуации, связанные с онкологическими заболеваниями, ситуации, связанные с разводами, или с увольнением на работе, или с банкротством. Какой бы фактор ни был сам по себе, по сути, по своей, как бы по носительству информации, важна его сила, и важна его длительность действия. Конечно, если фактор действует долго, начинается так называемая фаза истощения, когда механизмы, которые заложены в нервную систему, в гуморальные механизмы, то есть эндокринологические, они просто истощаются. И тогда наступает срыв, и мы видим определенные симптомы. И так и называемые симптомы дистресса. Какие же это симптомы? Вы знаете, очень быстро возникает бессонница, то есть нарушение сна. Вы знаете, сон для нашего организма – это спасение, это система восстановления. Поэтому это один из самых главных факторов состояния нервной системы. И вот, вы знаете, сон очень быстро расстраивается. Или появляются симптомы, трудность с засыпанием, или есть очень быстрое раннее пробуждение. Или иногда даже бывает так, что человек как бы по часам, но спит долго, 7-8 часов, но встает, не выспавшись. Это тоже один из механизмов нарушения качества сну, которые требуются коррекции. Следующим симптомом является апатия. Апатия – это безразличие к жизни, очень слабая эмоциональная реакция, отсутствие позитивных, радостных эмоций. Часто возникают головные боли. По оценкам, на главдальном уровне распространённости взрослых людей головных болей с клиническими проявлениями, так, чтобы где-то раз в месяц эта боль возникала, это 50%. Вы знаете, это очень серьёзная проблема. Это серьёзный, очень серьёзный эпидемиологический вопрос головных болей. Головные боли напряжения являются самыми распространёнными типами первичной головной боли. Мигрень, боли от чрезмерного использования лекарственных средств. Вы знаете, люди очень часто, очень часто доступны безбаливающие препараты, без рецептов. И очень часто есть уже форма головной боли, когда она связана с передозировкой средств, лекарственных средств безбаливающих. Вы знаете, то есть это нонсенс, но это факт. И тревожное состояние, тоже состояние тревоги, состояние отсутствия безопасности, понижение настроения. Вы знаете, чувство юмора пропадает, у людей. Теряется интерес к сексуальным отношениям. Появляется забывчивость, трудность при выполнении первичной работы. Той работы обычной, которую вы очень хорошо знаете, при этом ухудшается качество его выполнения. Вы знаете, возникает даже такая, можно сказать, но первые признаки – изоляция. То есть человек не хочет встречаться с друзьями, подругами, такое становится домосед. отсутствие потребности общения. Вот это одни из признаков, ранних признаков дистресса. Вы знаете, современная диетология такие ситуации тоже рассматривает. Оказывается, одной из, одним из форм реакции тоже на стрессовые ситуации является переедание или наоборот потеря аппетита. И мы знаем, что в большой группе людей с лишним весом есть люди, которые хронически не в состоянии себе ликвидировать ситуации стресса, не могут адаптироваться. И это так называемый дезадаптационный синдром, связанный, конечно, уже с лишним весом и перееданием. Посмотрите, как всё в организме очень мощно связано. И в России сейчас, я недавно была в России, в октябре-ноябре месяце, вы знаете, я обратила внимание при общении тоже и с пациентами, и с коллегами, и они тоже мне подтвердили, что в России эпидемиологически растёт количество тревожно-депрессивного синдрома и депрессии. Но вы знаете, Всемирная организация здравоохранения нам и по Европе даёт тоже очень серьёзные показатели. Прогнозируется, что в 2020 году вырастет заболеваемость на психонекологических состояний где-то на 30%. Это очень серьёзные цифры. Поэтому наш сегодняшний вебинар, он очень как бы своевременный. Более глубокое состояние депрессии это является одним из самых распространённых психических расстройств. Вот по данным, по статистикам ВОЗ на сегодняшний день, в 2016 год, это зарегистрированных пациентов, это 350 миллионов человек. И депрессия является одной из основных причин инвалидности и вносит значительный вклад в глобальное бремя болезней. Причём, вы знаете, тут структура, половая структура очень важна. Женщины значительно чаще подвержены депрессии, чем мужчины. Более того, вы знаете, депрессия, оказывается, является причиной смертности, потому что при ухудшении состояния, при депрессии происходит самоубийство. И в группе молодых людей, о их здоровье мы тоже должны подумать, потому что это наше будущее, в возрастной группе 15-29 лет ежегодно более 800 тысяч человек погибает в результате самоубийства. Это страшные цифры. Это страшные цифры. Они не популярные, они как бы нигде специально не освещаются. Но это очень серьёзные цифры, которые показывают об отсутствии психопрофилактики, системной психопрофилактики в странах Европы и с кризисом духовности, связанной с кризисом веры. То есть это второй по значимости причина смерти людей, молодых людей в возрасте 15-29 лет. Это очень серьёзно. Кроме того, вот точно так же мои коллеги-кардиологи, с которыми мы сотрудничаем и в России, и за границей, подтверждают, что они видят чётко в последние 10 лет взаимосвязь тревожно-депрессивных состояний и ухудшение прогнозов, ухудшение течения кардиологических состояний. То есть я хочу вам сказать, что я наткнулась на такие достаточно серьёзные исследования, которые проводил российский кардиологический научно-производственный комплекс под руководством Академика Чазова Министерства здравоохранения Российской Федерации. То есть это очень большое серьёзное научное учреждение. И вот там было показано, что психоэмоциональное напряжение, стресс, дистресс сопровождаются выраженными нарушениями функции внутренних органов и систем. И установлено, что депрессия в два раза увеличивает смертность среди кардиологических больных и является самостоятельным фактором риска атеросклероза, кипертонической болезни и ишемической болезни сердца. То есть, вы знаете, мы снова видим подтверждение того, что организм человека, чтобы мы поняли, что на самом деле комплексно мы должны делать, чтобы быть здоровыми, что организм человека мы должны рассматривать и самого человека, как не только тело, органы, системы, но ещё и психика, то есть как отдельная сфера, интеллект, то есть наши знания, умения, навыки, привычки и душевное состояние. Потому что иногда человек не получит как бы психического такого серьёзного удара, но у него душа болит. Вы знаете, вот иногда в семьях, я наблюдаю, у меня очень большой опыт комплексной работы с семьями, вы знаете, бывает так, что травма находится в душе, душевная травма, мне психическая. Иногда, вы знаете, есть люди, которые в семьях, близкие родственники по 10-20 лет не разговаривают. То есть они, в принципе, не кричат на себя, даже не нервничают, так как это женщина на фотографии, на слайде. Но когда отец с дочерью, например, 20 лет не разговаривают, вы знаете, это очень серьёзный душевный отпечаток на и психике, и на душе человека. Это сказывается и приводит к определённым болезненным состояниям. То есть то, о чём мы, может быть, ещё 25-20 лет назад просто догадывались, сегодня подтверждено уже научными исследованиями. Следующая такая достаточно серьёзная проблема, связанная с симптоматикой стресса, вы знаете, это ухудшение памяти, ухудшение концентрации, ухудшение усваивания новой информации. И, ну, как такое крайнее уже состояние, это деменция. Деменция – это синдром, про который находится деградация механизмов связи памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. И по статистикам, к сожалению, деменция молодеет. И если когда-то она была только очень пожилых людях, но сегодня она встречается уже в возрасте у людей, в 50-60-летнем возрасте. Вы знаете, это ещё возраст предпенсионный, это даже не пенсионный возраст. В этом возрасте, ну, по нашему российскому законодательству, по европейскому законодательству, до 65-67 лет люди должны работать, да, эффективно, чтобы зарабатывать. Поэтому это очень серьёзный социальный вопрос. И именно поэтому я посчитала нужным вот вам привести следующий слайд. Вы знаете, я думаю, что для большинства из вас он достаточно трудный для понятия. И мы сегодня, у нас нет ни времени, ни специальных, как бы, возможностей очень подробно объяснять вам, что же происходит в нервной системе и почему. Но я хотела вам показать этот слайд, чтобы вы поняли, что всё очень сложно. Механизмы сложные, механизмы взаимосвязанные, очень взаимосвязанные. Эти механизмы — это, как бы, очень тонкие материи, которые минимальное воздействие одного элемента на другой очень часто вызывает такой максимальный эффект, то, к чему мы в обычной жизни не совсем привыкли. То есть здесь, как бы, определённые, очень маленькие нюансы формируют очень, как бы, на симптоматике, на самочувствии всего организма, оказывают огромное влияние. И, вы знаете, уровни влияния на центральную нервную систему, на клеточном уровне, на метаболическом уровне, мы, как бы, рассматриваем механизмы метаболические, энергетические, которые связаны непосредственно с нейромедиаторами, с гормонами, это обмен веществ, нейротрансмиттеры, гормональный уровень. Есть ещё определённый уровень воздействия на нервную систему. Это через психологические техники и психотерапию. Вы знаете, говорится, словом можно убить. Ну что такое слово? Мы что-то услышали. Это вербальный код, который поступает через слуховой анализатор или через письмо. Да, мы что-то прочитали, мы что-то получили, что-то прочитали. И эта информация уже может вызвать каскад определённых реакций в нервной системе. Посмотрите, как мы сложно устроены. Более того, интеллект, вы знаете, можно даже ничего не услышать и можно даже ничего не прочитать. Мы в состоянии вообразить, мы в состоянии анализировать. И результаты этого анализа, результаты определённого хода мышления способны повлиять на наши реакции. То есть уровень интеллекта. Более того, есть ещё один уровень воздействия на центральную нервную систему. Это уровень веры и уровень духа. Вы знаете, бывают у меня тоже в моей практике, точно так же у моих коллег, два практически очень похожих случая болезни. Люди в одном возрасте, люди с тем же самым заболеванием, люди примерно с тем же самым уровнем иммунологической активности и биохимических процессов. Но один человек с точки зрения духовности слабый, слабая воля, слабый дух. И это очень быстро влияет на то, что ход течения болезни у этого человека прогрессирует, очень трудно его лечить. С другой стороны, есть люди, у которых сильная воля, у которых сильный дух, вера. И эти люди используют этот механизм, и процессы восстановления идут быстрее. Понятно, что и у сильных духом людей бывают депрессии. И это не значит, что мы можем сказать, что серьёзное состояние депрессивное, серьёзное нарушение обмена процессов нервной системы, мы можем похлопать по плечу и сказать, знаешь, парень, возьми себя в руки. Да, это определённый способ поддержки, есть определённые механизмы, но это всё между собой связано. Ни один из этих элементов не действует самостоятельно. Именно поэтому я вам об этом говорю, чтобы вы поняли, что человек — это единое целое. И нельзя его разделить отдельно на нейрональную структуру, функцию центральной нервной системы, мозга, отдельно органы и отдельно психика. Всё это в целости. Именно поэтому это и хорошая новость, и плохая новость. Плохая новость, что все эти сферы человека очень влияют друг на друга. Но хорошая новость, что если каждую из этих сфер восстанавливать, общий результат восстановления значительно быстрее идёт. И это вот является ключом в моей работе, например. Я вижу значительно серьёзный ключ комплексного подхода. И сейчас мы перейдём с вами к следующему слайду. Как же стрессом управлять? Вот как управлять? И вообще есть ли возможность управлять этими адаптивными возможностями? Вот я вижу, что в чате появилось «как лечить». Мы не будем говорить «как лечить», потому что это вопрос не «как лечить», а «как управлять». И чтобы ещё раз мы могли предметно поговорить об управлении, я хочу вам ещё сказать несколько слов о том, что у нас существуют в организме так называемые нейромедиаторы. То есть это такие химические субстанции органические, которые вырабатываются в организме, и благодаря им передаются определённые импульсы. Это и ацетилхолин, дофамин, серотонин, глютаминовая кислота, норадреналин. Каждая из этих субстанций определяет определённые реакции. В некоторых синапсах в качестве возбуждающего нейромедиатора могут выделяться и пуриновые соединения, АТФ, некоторые нейропептиды, гамма-аминомасляная кислота, глицин. И, вы знаете, эти механизмы друг на друга тоже очень серьёзно влияют. Есть вещества, которые сами собой не изменяют состояние мембран, но влияют на интенсивность и продолжительность действия классических медиаторов. То есть таким образом влияют на активность передачи, то есть нейромодуляторы. Есть так называемые нейропептиды, обширная группа пептидов, которые могут выступать и как нейромедиаторы, и как нейромодуляторы. Есть такие субстанции, как энкефалины, эндорфины, вещество ПА, вазоактивный кишечный пептид, ангиодензин-2, который тоже имеет большое значение возникновения артериальной гипертензии. И чтобы управлять и чтобы влиять, мы должны ещё одну очень серьёзную вещь в нашей психике понять, что мы как бы существуем сами, но у нас есть так называемый внутренний голос. Вы знаете, иногда, ну не иногда, достаточно часто, мы хотим что-то сделать. Ну вот сейчас был Новый год, да, Новый год начался. Очень большое количество людей ставит перед собой определённые задачи, так называемый новогодний план, что я буду в этом году делать, начну худеть или начну заниматься, тренироваться, ставит перед собой определённые со здоровьем задачи, с бизнесом, или не буду повышать голос на своих детей. Ну вы знаете, большинство людей такие какие-то решения свои новогодние принимают. И оказалось, исследователям психологическим, одним большим психологическим европейским центром было сделано исследование. Вот из всех людей, которые приняли какое-то решение своё, решение в новогодний период, к марту, то есть три месяца прошло, более 80% людей уже этого не делают. Да, ну казалось бы, что же им мешает? Вы знаете, вот у нас есть так называемый внутренний голос. Это такой маленький человечек, который, вот мы хотим что-то сделать, а он говорит, ну завтра сделаешь. Или, да ты знаешь, это совсем не важно. А это всё болтовня. А смогу ли я? И вот умение быть мастером, контролировать свой внутренний голос, поблагодарить его. Иногда этот внутренний голос говорит словами матери, там, будь осторожен. Иногда внутренний голос говорит словами отца, бабушки, иногда этот внутренний голос придумывает нам ещё какую-нибудь причину, почему мы должны закурить сигарету, да? Почему мы дальше используем алкоголь систематически. Вот на самом деле вот такое управление стрессом, оно начинается с такого диалога с самим собой. И нужно быть здесь очень откровенным и, ну, ясно, чётко себе сказать, где я сейчас, в каком месте я нахожусь. И послушать свои внутренние голоса. Вы знаете, будут тысячи причин, десятки, сотни, тысячи причин, почему бы нам определённые вещи не делать. Но вы должны совершенно чётко понимать, для этого нам и мозги даны, мышление, что мы должны договориться с нашим внутренним голосом, чтобы иметь энергию, чтобы иметь умственную энергию, потенциал решить эти проблемы. И очень серьёзно нам в этом могут помочь биологически активные добавки, о которых мы будем сегодня говорить. Вы знаете, одним из самых выраженных гормональных нарушений при действии стрессогенных ситуаций является большой уровень, высокий уровень кортизола. Это нормально, это адаптивная реакция. Он нас как бы обороняет от того, чтобы мы были без сил. Он нам даёт силы бороться до определённого момента. Но если это долго действующая ситуация, то вы видите, как влияет кортизол, он подавляет выработку гормонов радости и удовольствия, то есть серотонина в большинстве своём, что приводит человек к состоянию глубочайшей депрессии. И, казалось бы, что же ещё может быть? А оказывается, это и влияет как на активность иммунной системы, и также влияет на процессы пищеварения. То есть это то, о чём мы с вами вначале говорили. И какие же возможные действия, что же нужно сделать, чтобы быть более приспособленным, чтобы наши адаптивные возможности были на хорошем уровне. Вы знаете, вот это очень популярный плакат в Европе. «12 способов увеличить уровень серотонина». Мы его специально перевели для вас. Здесь очень простые рекомендации, но эти простые рекомендации, они на самом деле базируются на научных исследованиях. Вы здесь видите и ходьба, активность физическая, занятие, рекреационное занятие спортом. Ходьба очищает мысли и стимулирует серотонин. Очень просто. Вы видите здесь и стакан воды. Вода имеет огромное значение, она стимулирует энергию, уменьшает стресс, очищает организм от токсинов. Поэтому обязательно нужно пить. Да, мне подсказывают, что не только в Европе, конечно. И я надеюсь, что эта картинка будет популярна, и эти 12 способов будут широко известны. И вы видите совершенно чётко то, о чём мы с вами говорили. На уровне энергетическом, то есть это питание. Здесь зелёные листья, всё, что имеет хлорофилл, имеет большое значение. Вы здесь видите омега, кислоты, орехи, как пример. Вы видите здесь фрукты, видите, бананов именно. Вы видите, может быть, это кого-то удивит, но красный острый перец. Потом вы видите очень популярную в Европе, я думаю, что в России тоже у нас она как бы вернулась на столы, овсянка, помните, овсянка сэра, из Шерлока Холмса. И, вы знаете, это удивительный простой продукт, который просто очень богат в нужные витамины, и это очень лёгкая еда. Относительно улыбки и радости. Вы знаете, я не так давно наткнулась тоже на определённой научной литературе, тоже даже искусственная улыбка. Через некоторое время, если держать искусственную улыбку, изменяется качество и синтез серотонина. Это подтверждено в научных исследованиях. Поэтому keep smiling, то есть улыбайтесь, даже если вам очень больно, даже если вам тяжело, улыбайтесь, потому что в этот момент ваш мозг, он видит, чувствует эту улыбку, и он в свой способ начинает реагировать. Это бесплатная терапия, ничего она так на самом деле не стоит, это просто тренировка. Потом это уже войдёт в ваши привычки, и в большинстве ситуаций, вы знаете, эта улыбка, она даже на других людей влияет, и окружение становится более благоприятным. Вот здесь ещё есть очень интересный такой момент, солевые ванны успокаивают. Вы знаете, я очень рада, что у нас в России есть большая традиция вот бани, русской бани, вот всё, что связано с паром, с баней, с веником, с солевыми ваннами, это тоже на самом деле очень серьёзный терапевтический механизм расслабления организма, восстановления, отдыха и адаптации, потому что в традиции русской бани есть и горячая температура, и холодная температура, и выход на свежий воздух, поэтому это очень качественное, ну и доступные недорогие способы закаливания организма и закаливания нервной системы. Питание имеет большую роль как источник энергетический, источник витаминов, источник микроэлементов, вы знаете, в ситуациях, связанных со стрессом, потребление этих субстанций очень возрастает. Причём, так как мы уже с вами говорили о воде, то есть очень важно, чтобы воды было полтора литра, из них 750 миллилитров, где-то это вода с высоким содержанием минеральных веществ, потому что, вы знаете, очень часто люди говорят, что я на то, чтобы кровь не была густая, беру аккарда, аспирин или другие лекарственные средства. Но вы знаете, если воды нет в крови, то что бы ты ни добавлял, она всё равно не будет более текучая, поэтому сначала нужно дать воду. Почему? Потому что густая кровь, да, около двух литров, если вы пьёте ещё чаи, у нас биодринки, то есть такие травяные чаи, конечно, это тот минимальный уровень. Вы знаете, если густая кровь, у нас же кровеносное русло, вот этот маленький тоненький сосуд, где происходит газообмен, он пропускает только один эритроцит. и если у нас густая кровь, то туда эритроциты не доходят, оно просто как бы забивается. То есть это очень простой механизм, понятный даже школьникам, которые изучают как бы на уроках 6-7 класс, на уроках биологии, анатомии есть немножко у них, вот это совершенно понятно, не нужно даже иметь врачебного образования, чтобы понять, поэтому будьте внимательны, используйте воду. Нам нужны продукты богатые при стрессе, что особенно? Богатые в кальций, витамин D, это кисломолочные продукты, творог, сыр, яйца, сырые желтки, морепродукты, икра, сельдь, тунец, макрель, скумбрия, тут же овсяные хлопья, снова зелень, шпинат, петрушка, укроп, приколи, то, что как бы что вы как бы уже, наверное, достаточно хорошо знаете, фасоль, пшеничные отруби. И вы знаете, вот здесь вот я пациентам всегда говорю, когда, ну, я вам скажу так, вот вчера, например, у меня была группа пациентов, большая группа пациентов, с утра до вечера мы работали, и я просто вечером, когда готовилась к этому выступлению, проанализировала, сколько же люди от меня получили вчера на значение наших биологически активных добавок, связанных со стрессом. Вот вчера 90% моих пациентов получили рекомендации использовать те или иные антистрессовые программы, то есть 9 из 10. Причем, я вам хочу сказать так, что возрастная группа была, это были пациенты от и 6, и 14, 15 лет, средний возраст, активный возраст, пожилые, самая старшая пациентка была 84. То есть, посмотрите, возрастная группа как бы от молода до пожилого. Среди них как бы были и спортсмены, среди них были и люди, которые после онкологических заболеваний, но все они требовали именно восстановления нервной системы. И очень важно запомнить так называемую антистрессовую десятку. Антистрессовая десятка это витамин С, витамин В1, тиамин, витамин В5, пантотеновая кислота, В6, В9, В12, витамин ПП, магний, цинк и кальций. Вы знаете, в этой витаминной десятке есть даже так называемая антиантеросклеротическая тройка. То есть, если у вас были выступления относительно как бы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, то вы знаете витаминную триаду профилактики атлетосклероза, это В6, В9, В12. А антистрессовая десятка, она как раз включает антиантеросклеротическую триаду. И вы знаете, гениально то, что еще в 96-м году лаборатория Аркофарма, научные разработчики наших БАДов, уже тогда это все знали, и они уже тогда сделали комплексы, которые это все включают. И именно поэтому я лично с 98-го года как бы и с биологически активных добавок, ну, еще чуть-чуть и будет 20 лет работаю с этими продуктами. Почему? Потому что как бы ничего пока лучшего я на рынке, даже европейском, не могу найти. То есть эти продукты, они проверены и по своему как бы научному качеству создания, так и по качеству исполнения. И обратите внимание еще на такой момент, что я бы хотела вам как бы на это тоже обратить внимание, что усиливается действие вот этих энергетических компонентов, о которых мы с вами говорили, то есть витаминов, минералов, продуктов, качественных продуктов питания, они усиливаются тогда, когда мы добавляем такой комплекс дополнительный, связанный с физической нагрузкой и стимуляцией кислорода в организме. Это и дыхательные гимнастики, это прогулки на свежем воздухе, но здесь тоже очень важно антиоксидантное восстановление. Вы знаете, в продуктах фирмы Vision есть такой продукт антиокс, есть продукт левлон, это на самом деле очень мощные антиоксиданты, то есть мы их относим как бы в группу препаратов, которые улучшают кислородное состояние тканей. И я знаю, что, вы знаете, большинство людей говорит, что я, да, я тренируюсь, я там хожу на свежем воздухе, ну трудно по Москве на свежем воздухе ходить, точно так же, как в Польше с 55 городов, в Европе самых загрязненных 33 оказываются в Польше. Вы знаете, мы не имеем влияния лично вот на состояние атмосферы. И в этих условиях зимой, например, очень важно регулярно использовать вот антиоксидантные системы для ленивых, для тех, кто очень давно собирается в тренажерный зал, для тех, кто давно собирается тренироваться, но все равно этого не делает. Вы знаете, ну, я вам подскажу, берите антиоксиданты в двойной дозировке и с точки зрения кислородной активности, вот такие, как антиокс или влот, вы хотя бы на 50-60% вы улучшите своё тканевое дыхание. Но это, конечно, не значит, что я, как бы, здесь говорю, чтобы вы не тренировались. Конечно, лучше всего тренироваться и брать обычную дозировку, но как бы я знаю жизнь. Я знаю жизнь, когда пациентам своим расписываю комплексные программы, где есть, например, первый этап, минимум 150 минут тренировки на кардиопульсе 120-130, это такой лёгкий тренинг, то, вы знаете, более 50% людей этого просто не делают. Поэтому используйте тогда антиоксиданты, это уже лучше, чем как бы ничего не использовать. Я думаю, что вы тут согласитесь со мной. Может быть, придёт время, и вы примете серьёзное решение и измените свои отношения. Вот, посмотрите, вот, программа биокоррекции. Вот перед вами уже совершенно чёткая, чёткая, простая, можно сказать, программа, первая программа биокоррекции, это ПАКС, Нотримакс, Хромвитал, Антиокс и Д4 Гет Детокс. Вы знаете, очень важно понять, что вот в этих комплексах есть и действия растительных компонентов, о которых вы прочитаете, можете прочитать на интернете в описании продуктов. Но, вы знаете, здесь очень важно витаминно-минеральное состояние, которое есть в этих продуктах. Вы знаете, просто сам дефицит двух витаминов В9 и В12 вот в экспериментах вызывает депрессивное состояние, бессонницу, нарушение функций желудочно-кишечного тракта, психотических растворств, демиеллинизации, то есть состояние нервов, вот вы видели, миеллиновая оболочка была на одном из слайдов, вот происходит демиеллинизация только из-за отсутствия двух витаминов. Поэтому я очень рада, что научная лаборатория сделала нам комплексные препараты, простые в использовании, то есть можно взять ПАКС, ФОРТ, две капсулы рано, две вечером или даже по одной, Нутримакс, Хром Витал утром и в обед, два антиокса, ГЭТ-ДЕТОКС два-три раза в день при вострой фазе, один-два раза в день профилактически, и вы получите очень мощную, я бы сказала, курортный санаторий в доме, вот эта вот программа, и тогда вы увидите, что можете совершенно спокойно функционировать даже в очень серьезных состояниях, очень больших нагрузок. Вы знаете, я думаю, что Генри Форда знает каждый человек. История этого человека, она вдохновляет, она вдохновляет, и я еще с детства очень любила читать истории людей, которые что-то оставили после себя, больше, чем памятник на кладбище, то есть что-то создали для общества, для людей. И когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра. Вы знаете, это физика. Вся наша жизнь, наше существование и организм, это не только химия, это не только структура, анатомия, но это еще и физика. Почему против ветра? Мне было трудно понять, я не инженер, но самое главное, мне сказали, что это связано с расходом энергии. Вот это очень важный момент. Какая энергия в вашем организме, это уровень ваших метаболических процессов. Иногда говорят, вы знаете, ну вот я пойду на психотерапию, я пойду к психиатру, вот зачем же мне биологически активные добавки нужны? Вот я вот, может быть, без них как-то обойдусь. А откуда нервная система, истощенная, возьмет энергию? Вот вам ответ. Та первая программа биокоррекции, это вот энергия в нервной системе. У нас сегодня нет времени с вами разбирать все биохимические механизмы, но поверьте мне, я их лично знаю. И именно поэтому говорю, что вот эта программа, она эффективна. никогда не будет так, что вы будете полностью расслаблены, и в вашей жизни будет только белая полоса, и будут розами вас посыпать. Вы знаете, жизнь, она такая, что чаще всего ветер дует в наши глаза, ветер, который создает трудности для нас. Но благодаря этому ветру, благодаря этим трудностям мы можем лететь. Благодаря этим трудностям мы можем что-то в этой жизни сделать. Радуйтесь трудностям на вашей пути. То есть, если даже есть трудная ситуация, помните, keep smiling, радуйтесь, чему-то вас эта ситуация должна научить. И даже сегодняшний наш разговор с вами — это новая информация, это какой-то новый взгляд, это даже может быть небольшой стресс для вас, потому что иногда нужно себе чётко сказать, да, вы знаете, вот посмотреть в зеркало, и вот этого я не сделал, и, наверное, это имеет какое-то серьёзное значение. Какое же значение это имеет для меня? И большинство людей, им кажется, что вот эти вот возможности, они должны быть какими-то, ну, вау, сейчас вот все в интернете, все, ой, супер-возможность, какие-то супер-способы на восстановление здоровья, там, в три дня похудеть, в пять дней избавиться от депрессии, ну, и ещё что-то, точно так же, как стать миллионером за минуту. Вы знаете, я читала и в оригиналах определённые работы тоже, и Томаса Эдисона, очень-очень умный человек, очень, не только как открыватель, не только учёный, но и как человек. И вот он сказал, большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу. Вы знаете, очень часто мне тоже пациенты задают вопрос, ну, что же это обычный вот ПАКС, обычный Нутримакс, что же мы такого удивительного можем от них ожидать? Вот это тот случай, когда препараты Вижн, они, это рабочие препараты наши, это рабочие составы, которые, просто очень хорошо сделаны. Знаете, вот эта фотография нефтяной вышки, это, это не российские нефтяные вышки, я не так давно была в Малайзии, и у меня есть там один из пациентов, и он связан с большой корпорацией нефтедобывающей, Петронос. И мне удалось кое-что посмотреть, как это всё выглядит. Вы знаете, можно порадоваться, порадоваться вот этой каждодневной работе, люди радуются трудностям, которые у них есть. Вы знаете, вот точно так же я оцениваю нашу гамму продуктов Вижн. Это, это как бы высшего класса биологически активной добавки, которых можно сравнить, вот можно сказать, с идеально организованной нефтедобывающей верфью в смысле организации системности. И вот я вам даю сейчас вторую программу биокоррекции. Я сегодня, у меня нет возможности объяснять, почему именно так они компоненты, почему я именно так вам их даю. Но поверьте мне, именно так они должны быть, и именно так они работают. Вот эта программа Ревьен, Пастилат, Мистик, Ласпальс, Сеньор, и вот видите, сейчас другой, другой из команды до 4Х, Get Active. Что же мы хотим вот в этой программе? Вы помните, я вам вначале сказала про нарушение сна. Я так благодарна лаборатории, что у нас есть препарат названием Мистик. У меня огромное количество пациентов, которые спят, имеют хороший сон, высыпаются в трудной ситуации, когда и самолетом летят в Соединенные Штаты, или у меня есть пациенты, например, которые каждый месяц должны лететь в Сингапур или в Дубай. И вы знаете, это очень тяжелые перелеты, это перестройка по времени. И если они не будут спать, они не будут качественно работать. Наш Мистик прекрасно работает, прекрасно работает. То есть дай Боже, чтобы он у нас был еще многое, многие лета, и мы будем радоваться его существованию. Вот он восстанавливает фазы сну. Да, он не действует по первой капсуле. Если взять побольше, подействует. Пять-шесть сразу. Но вы знаете, он просто восстанавливает фазы сну. Сон есть глубокий, и люди с утра, даже если спят короче, потому что им нужно короче спать по пять-шесть часов иногда в ситуациях больших нагрузок, то эти продукты, и этот препарат именно так работает. Пасилат, он восстанавливает нервную систему. Ревьен обладает мягким, стимулирующим действием, тонизирующим эффектом. Более того, он регулирует гормональную систему, увеличивает уровень серотонина, улучшает настроение, эмоциональный фон, восстанавливает силы. И у нас ещё есть, помните, энергетическая терапия – это Get Active. Именно поэтому мы даём этот вид Д4Х. Ну вот здесь очень серьёзное, такое, серьёзные слова. И сушит Господь залив моря египетского, и растрёт руку свою на реку в сильном ветре своём и разобьёт её на семь ручьёв. Так что в сандалиях могут переходить её книга пророка Исаии, глава 11, версет 15. К чему я это привела? Вы знаете, вот это аналогия с действием наших программ биокоррекции. Вот здесь, в этом выражении, вы понимаете, что Божья, Господь нам, как бы жизнь, она всё равно их разобьёт на более мелкие, на семь ручьёв. Вот точно так же действуют наши продукты. Если вы дадите организму программы восстановительные, вот эти преграды, они разобьются, болезненные преграды, нарушения в вашем организме, которые являются вот этой проблемой, они разобьются на семь более мелких ручьёв, и мы сможем их преодолеть. Именно поэтому, казалось бы, здесь, в наших препаратах, нет такого, как бы, непосредственного действия антидепрессивного, но благодаря именно вот этому синергистическому эффекту и эффекту уменьшения комплексному уменьшению нарушений на множестве этапов мы получаем результат. Вы знаете, эта фраза применима не только к действию нашего организма. Я думаю, что она очень жизненна. Она очень жизненна. Если у вас психика настроена на лучший лад, если ваш интеллект ищет план А, план Б, план С, если вы веруете, то вы преодолеете самые большие трудности. И специальная программа биокоррекции для женщин. Мы с вами вначале говорили о том, что женщины более подвержены депрессивным состояниям. И здесь имеет большое значение, как восстановление антиоксидантное действие ПАКСа и антиокса вместе следующим можно сказать так называемым козырным Д4Х ГТЯНГ. Но у нас здесь есть и две программы, связанные с гормональной функцией. Женщина совершенно другой человек, чем мужчина. Совершенно по-другому функционирует. Ее гормональный фон очень зависим от стрессогенных факторов, потому что я как гинеколог могу четко сказать, это связано даже и с анавуляторными циклами, с бесплодием, когда повышенный уровень кортизола именно таким образом действует. Вот Артемида, Модисоя в этих составах она имеет свое очень серьезное значение. Вы знаете, по техническим причинам у нас как бы нет больше дальше слайда. Но у меня есть еще несколько очень важных моментов, которые я бы вам хотела сказать, будьте очень внимательны, можете записывать. У нас есть тоже программа биокоррекции для мужчин. Кроме Пакса Антиокса и D4X Get Смарта, в эту программу входит Ламин и Артум. Вы ее тоже можете записать, и она совершенно четко работает. Еще один момент. Я знаю, что наше время истекает, я немножко сокращу свое выступление, но есть вещи, которые очень важны. Вы знаете, в ситуациях стресса большинство людей, которые курят и пьют алкоголь, они увеличивают дозировки. Никотин, алкоголь, этиловый спирт и его метаболит в организме, ацетальдегид, это психоактивные вещества и являются нейротоксическими ядами. Точно так же, как определенные нейротоксические префораты, метфетамин, амфетамин, экстази, гонг, нервно-паралитические отравляющие вещества. И вы знаете, это очень серьезная проблема и в России, и не только в России алкоголь. Вы знаете, он убивает, он высушивает нервную систему. И поэтому я работаю тоже с людьми. Вы знаете, это люди, которые не являются алкоголиками, но они по силу своей деятельности, рода деятельности, это бизнесмены, которых очень часто какие-то бизнес-презентации, встречи, адвокаты, судьи, врачи, обычные менеджеры, люди, где как бы встреча и выпить коньячок второй, водочку другую, как бы является правилом хорошего тона, как бы такой ритуал. Вы знаете, это все имеет значение. Такие люди, я им очень рекомендую использовать программу биокоррекции и восстановления нервной системы при повышенной токсической нагрузке. Мы эту программу так называем. И она содержит, ну, конечно, ПАКС, конечно, Куперс, это восстановление нервной системы нервной системы через действие печени, Лайфпак Синьор, Дигвард Нано, Д4Х ГТД Токс, Д4Х ГТСМАРТ, потому что и один, и второй нужно использовать, и Брэйн О'ФЛЕКС. Вы знаете, можно все сразу в острой фазе, можно постепенно. Еще определенный момент я хотела бы сказать о психоонкологии в связи с тем, что у меня разработаны определенные программы по работе с онкологическими пациентами. Вы знаете, депрессивное состояние подтверждено научно, эмоции злости, гнева, уныния, страха, эти эмоции, они способствуют выработке канцерогенных, короткоживущих субстанций в организме, эндотоксин, эндонейротоксинов. И эти состояния приводят на самом деле к ухудшению онкологического процесса или даже к его возникновению. Конечно, эти разработки сейчас находятся, но это все разрабатывается, но это уже подтверждено. Именно поэтому я хочу вам привести пример в заключении нашей встречи человека, который имеет очень много причин, почему бы этому человеку нужно быть злым, раздраженным, но это человек, который улыбается, это человек, который является прекрасным мужем для своей жены, у которого двое детей, это человек, который ездит по всему свету, выступает, который очень интенсивно работает, и я знаю даже, что он был в России. Я этого человека лично, я была на личной встрече с этим человеком, это Ник Вучич, это очень мощный человек, и вы знаете, если у него нет рук, нет ног, и он делает такие вещи, будьте ответственны перед собой, будьте правдивыми, и сегодняшняя информация, я надеюсь, что она не останется, не останется, и я вижу, что очень много людей пишут про любовь. Вы знаете, у меня еще была информация, которую я вам хотела сказать, но у нас просто сегодня нет времени, у меня уже за дверями тоже пациенты, я думаю, что мы будем еще с вами встречаться, но я бы вам хотела сказать, что да, самое главное в этой жизни на самом деле это любовь, не в том смысле, какое чувство я испытываю и как я себя сейчас чувствую, настоящая любовь это то, что вы хотите дать другим людям. И сегодня, я думаю, что после сегодняшней встречи вы имеете, можно сказать, такую моральную, душевную, психологическую, человеческую обязанность рассказать об этом другим людям, и огромное вам спасибо, вы были прекрасной аудиторией, был чат очень живой, мне было очень приятно с вами встретиться, и я хочу специально благодарность в самом конце сказать Дмитрию Аткачу Буряку и нашей команде, управляющей команде, которая сохранила нашу фирму, и что мы имеем сегодня этот продукт, и дай Боже, храни нас Господь всех на нашем большом, далеком, далекой дороге, перед нами еще очень много, перед нами трудные пути, но мы их пройдем, потому что мы любим людей, мы любим наши семьи, мы любим наших детей, мы хотим внуков, и храни вас Господь.